День с толком Смотрите в этом выпуске Глава региона госпитализирован с двусторонней пневмонией Спаситель Каменского района в скандальном муниципалитете все-таки появился новый исполняющий обязанности главы Креативно и с поддержкой детей в Барноле прошел митинг против дистанционного обучения Все больше тяжело больных, летальных исходов и новых заражений За прошедшие сутки 89 новых выявленных случаев Умерли два пациента Также сегодня стало известно о госпитализации Виктора Томенко Сейчас он находится в краевой клинической больнице У губернатора выявили двустороннюю пневмонию Напомним, почти неделю он проходил лечение дома После того, как тест на коронавирус показал положительный результат На данный момент тест у Томенко отрицательный Сообщают в краевом правительстве Известно, что временно исполнять обязанности губернатора будет Виталий Снесарь Можно сказать, что ситуация в сфере здравоохранения края становится все напряженнее На сегодняшний день в регионе выявлено 13 635 зараженных В ковидных госпиталях находится более тысячи пациентов Тяжелобольных 200 человек, 69 на аппарате ИВЛ Накануне в Минздраве края были вынуждены развернуть дополнительные места для пациентов с пневмонией Комиссия одобрила три помещения в Новоалтайске Это здание стационара на 240 мест В Заринске здание инфекционного отделения и роддом Сообщается, что за беременными будут наблюдать дистанционно специалисты Дара Сразу 14 человек из хоккейной команды Динамо Алтай получили положительные результаты после тестирования на коронавирус Так что ближайшие домашние матчи не состоятся Впрочем, это сейчас не главная беда команды В выходные Динамо Алтай потерял вратаря Вадима Орехова Он разбился в ДТП Для нас он стал другом с большой буквой Мы запомним его добрым и жизнерадостным человеком Он навсегда останется в наших сердцах Простите, что не уберегли Авария, в которой погиб 25-летний вратарь алтайской хоккейной команды Вадим Орехов Случилась в ночь на 27 сентября ДТП произошло на улице Аванесова Водитель не справился с управлением Машина протаранила стойку и бордюр Вадим Орехов был на пассажирском сидении Его сторона больше всего пострадала при столкновении Он скончался до прибытия медиков Водитель, еще один вратарь Динамо Алтай Данил Тимченко Сейчас госпитализирован По факту аварии следователи проводят проверку Возбуждено уголовное дело Министр спорта Алексей Перфилиев соболезнует родным и близким хоккеиста Действительно горе И такие ситуации, они всем нам еще раз говорят о том Что алкоголь, гонки на дорогах Это вещи и несовместимые, вещи недопустимые Попрощаться с Вадимом Ореховым можно будет завтра В Алтайском похоронном доме с часу до трех Похоронят вратаря на родине в Новосибирске К другой теме новости из вечно обезглавленного района Сергей Умяров, которого накануне депутаты назначили Исполняющим обязанности главы Каменского района Все же согласился остаться в новой должности Напомним, на прошлой неделе сразу после выборов Умяров Написал отказ, что заставило чиновника передумать И поможет ли его решение вывести Каменский район из политического тупика Расскажет Ирина Корчагина За службу в МЧС его прозвали главным спасателем Каменского района Сейчас Сергей Умяров тоже в каком-то смысле спасатель Политика Камня уже давно смахивает на сериал В предыдущей серии мы рассказывали о выборах и о главы района Из двух кандидатур, Гордиенко и Умяров, депутаты выбрали Умярова На Гордиенко у них индивидуальная непереносимость Выборы были необходимы, чтобы наконец подать тепло, запустить конкурсные процедуры на главу района Однако после избрания Умяров сразу написал отказ от новой должности Одной из причин, по которой он отказывался, не хотел, чтобы его кандидатура вообще рассматривалась У него нет электронной цифровой подписи Поэтому он не вправе подписывать часть документов Сдавать отчеты, подписывать в финуправлении О выделении зарплаты сотрудникам администрации, бюджетникам По всей видимости, Сергей Умяров оказался далеким от политических игрищ и интриг И все же новый ИО района решил не срывать отопительный сезон своим самоотводом В целях недопущения срыва отопительного сезона вынужден приступить к исполнению полномочий до 10 октября 2020 года В настоящий момент мной подписано постановление о начале отопительного сезона с 30 сентября 2020 года Каменские теплосети, а также котельные сельских поселений готовы к запуску На площадке находится необходимый запас угля Спокойная жизнь продлится до 10 октября Далее депутатам вновь придется назначить выборы ИО По словам экспертов, все политические козни Каменского района упираются в амбиции депутатского корпуса Взаимное обвинение, срывы сессий Так, 25 сентября конкурсная комиссия должна была начать собеседование потенциальных кандидатов на главу района Но в администрации объявили о пожаре Гордиенко, объявив ложную тревогу пожарную, сорвал на заседание конкурсной комиссии Они найдут тысячу причин для того, чтобы затягивать конкурс Ну, цыгане, гармошка, пожар, поносы, извините, золотуха И следующая возможность затянуть конкурс, может быть, ковид Сейчас на главу района претендует 12 человек Трое из них – жители Барнаула И, похоже, каменцам уже все равно свой или чужой Интересна именно кандидатура Дмитрия Ворсина Который является депутатом Барнаульской городской думы Но при этом он еще и на постоянной основе в Барнаульской городской думе работает То есть человек все равно с богатым муниципальным опытом И еще и представитель оппозиционной партии Участие представителей ЛДПР – это достаточно ярко и интересно Примерно месяц уйдет на все конкурсные процедуры Если все пойдет по плану, то уже в конце октября у самого скандального района в крае появится новый глава Ирина Корчегина, Александр Антропов, День с толком Спасти детское зрение, осанку и навыки социализации Под такими слоганами в Барнауле прошел согласованный митинг против дистанционного образования Это первый в России уличный протест против дистанта Видимо, поэтому родители школьников решили подать его необычно Площадь Германа Титова около 150 человек Это митинг против дистанта И как говорят эксперты, такое количество людей для Барнаула Особенно при учете карантинного затишия довольно неплохо для уличной активности А как говорят организаторы, это первый митинг против дистанционного обучения в России Я хочу обозначить, что учителя пока боятся выступать, они связаны работой Но они тоже против данного свершения эксперимента над нашими детьми Что же такое ЦОС? Это цифровая образовательная среда, против которой, как и против дистанционного образования, выступают участники митинга ЦОС – проект экспериментальный и внедрен он пока на территории Алтайского края и еще 13 регионов Правда, в Министерстве образования региона говорят, что он подразумевает только оснащение школ цифровой техникой И никакого отношения к дистанционному обучению не имеет И все же эта аббревиатура родителей настораживает Если это благое намерение, если это оснащение школ, почему назвали экспериментом вопрос? Второй важный вопрос для участников митинга – дистанционное обучение Организаторы собирали подписи, а мы спросили мнения протестующих У некоторых детей, у которых социальное положение не очень, у них нету, допустим, достаточного интернета, трафика То есть это все должно быть постепенно Общения непосредственно такого не будет с учителем Где, с кем он будет общаться? С компьютером? А что в компьютере нужно найти? Готовое решение он будет брать из интернета? И что тогда с нашими детьми будет? Общественник Юрий Красильников тоже против дистанционного образования Все из личного опыта Дочь учится в восьмом классе, а жена годами занимается дистанционным обучением детей-инвалидов И он бы не хотел вместе со второй волной пандемии встретить еще одну волну такого дистанта Надо уходить на карантин, объявлять каникулы, менять как-то образовательный этот Ничего страшного, можно было летом позаниматься Но летом мы голосовали за Конституцию Почему не можно было вернуть детей в школы? Это как раз закрепление пройденного материала А вы закрепляли пройденный материал? Ну а бы как? Красильников поддерживает самоорганизацию И действительно, этот митинг тоже своего рода эксперимент После долгого запрета людей на улицу вывели не партии, а неравнодушные жители края Таких проявлений общественной активности, по мнению экспертов, в ближайшем будущем станет больше У нас впереди большая избирательная кампания Людям необходимо где-то выплескивать вот тот парк, который у них накопился Поэтому да, мы в этом году увидим большое количество разных протестных мероприятий При том, что все равно вот та антистребежная волна, которая есть в мире вообще Она затрагивает и Россию в частности И очень многие будут пытаться выражать свое мнение именно посредством улицы Вот на такой ноте и заканчивается митинг против дистанта А до этого играла песня «То ли еще будет» Об этом говорят и организаторы Вряд ли они забросят эту тему и продолжат, вероятнее всего, выступать против дистанционного обучения Андрей Дриер, Дмитрий Денисов. День с толком Семью из Первомайского района выселяют из дома В нем она поселилась на временное проживание, но так и осталась на 20 лет Собственный дом сгорел, пустили пожить в бывшее здание ветклиники Семья сделала ремонт, обжилась, но сейчас их просят с вещами на улицу Валентина Аскерова продолжит Убрали пол, новый постелили, утеплили там, утеплитель положен Зал еще делать, но муж отказывается, потому что у нас выживают отсюда Здание ветлечебницы в прошлом – ветхое здание В настоящем дом для трех человек В конце 90-х у бескаравайных сгорело жилье Временно им предоставили это нежилое помещение Жилым хотя бы внешне его сделали с помощью ремонта Для этого семья брала кредит Но 8 лет назад, по словам хозяйки Галины, здание ветлечебницы перешло из краевой собственности в поселковую Прописан в доме никто не был, и глава населенного пункта указал людям на дверь Слезы отчаяния, как следствие, высокое давление Правда, выход им предложили – выкупить участок Администрация сельсовета, по словам Галины Анатольевны, продала даже землю вокруг дома Оставив женщину и ее семью без огорода, а соответственно и без еды То, что земля вокруг здания частично продана, в сельской администрации подтвердили И добавили – отбирать дом насильно никто не будет А вот заплатить за участок, на котором стоит здание, бескаравайные должны Землю мы ее выдать так не можем, потому что она нам была передана из администрации краевой Собственность ее только на торги, на выкуп эту землю То есть она землю оформляет, соответственно, потом, когда здание отремонтируют, там или вот здесь вот и новое построят То можно будет его в дальнейшем и проживать Стоимость участка – 60-70 тысяч рублей, пояснили в администрации Но для семьи, которая живет более чем скромно, это неподъемная сумма Сын Галины Анатольевны – инвалид детства Муж лишился работы из-за коронавируса Если вот заберут, то куда? Да никуда Туда А между тем, в 99-м году после пожара семья стояла на 72-м месте в очереди на получение нового дома Правда, потом их из очереди почему-то вычеркнули Почему, мы просим ответить в запросе Валентина Аскерова, Александр Антропов, День с толком Следующих героев тоже готовы выселить В подвале дома поселились кошка с котятами И если сейчас их не пристроить, они, скорее всего, погибнут Ведь на зиму все вентиляционные отверстия принято закрывать Является ли это обязательным для многоквартирных домов И при каких условиях хвостатые все-таки могут остаться жить в тепле Выясняли наши корреспонденты Где деточка? Где деточка? Светлана и сама плохо ходит, но своих подопечных навещает минимум два раза в день Ее цель не только накормить кошку и четверых котят Но и найти тех, кто мог бы взять малышей на передержку А затем и в семью Женщина понимает, что в подвале животные жить не должны Но и на произвол судьбы их бросить не может Сейчас бы вопрос решить этих куда-нибудь пристроить Потому что там два котика, по-моему, по мордочке определили И кошечка А она же, если они дикие, они будут опять размножаться И опять эта история будет повторяться и повторяется А нам, чтобы они здесь воняли в подвале, нам не надо Сколько мы вытаскиваем умерших кошек А это пока мы найдем, а это вонь с подвала идет А кто на первом этаже живет, те задыхаются В доме Анны все отверстия, через которые в подвал могли бы проникнуть кошки, уже заделаны Говорит, именно из-за любителей четвероногих Вентиляционные окна пришлось еще сильнее закрепить на шурупах Поэтому сейчас доступ животным в подвал перекрыт полностью Но воздух туда попадает, иначе по нормам нельзя Самое малозатратное мероприятие – это сделать окна для вентиляции И таким образом осуществляется воздухообмен, вентиляция И более-менее нормальная влажность воздуха Конечно, надо оставлять вентиляцию Или лучше еще делать принудительную, регулируемую Тогда все будет великолепно в этой части Ну а кошек там не должно быть Такой позиции придерживается и Татьяна Анохина, представитель ЖЭК Петровская Животных любит и дома тоже держит кошку Но вот эти фото, по ее словам, наглядно показывают, что остается в подвалах после прикорма животных людьми А дальше запах, блохи и большие средства на уничтожение насекомых Согласно нашего законодательства, подвал является имуществом собственников И они могут принять любое решение Может быть, они там вообще приют для кошек сделают Но чтобы это все было по закону и соблюдением всех правил Садопедимстанции Чтобы чисто было, убрано Чтобы кошечки были ухоженные, не больные Но пока желающих создать для кошек комфортные условия в городских подвалах не было Да и кошачьих приютов в Барнауле раз-два и обчелся Ну а куда девать? Ну, ласка есть, но ласка не справляется Частники есть, они тоже все забиты У нас как нету продвижения их А между тем, Светлана даже готова из своей небольшой пенсии заплатить тем, кто возьмет на передержку котят, которые живут в их подвале И пусть после этого вентиляционные окна закроют, чтобы больше животные там не селились и они не страдали Жалко мне, жалко бездомных животных Вот и все Татьяна Голубева, Алексей Фризин День с толком Более двух с половиной тысяч саженцев кедров высадили в недавно созданном нацпарке Салаир Они появились в том месте Салаирского кряжа, где после добычи золота был уничтожен большой участок тайги Саженцы доставили из горно-алтайского питомника Садили их волонтеры, школьники, представители Минприроды и Федерального фонда «Подари дерево» В ближайшие два года за саженцами будут присматривать, чтобы трава не затенила юные деревья Чувствую, да, что делаем большую работу для будущих поколений, потому что лес восстанавливается очень медленно Вот то, что мы изуродные рельефы видим, это быстро произошло, а вот восстанавливаться он будет минимум сто лет Напомним, первый нацпарк в Алтайском крае – это Салаир Ранее его хотели назвать Тогул и должны были создать еще в 2019 году, но процесс затянулся Во многом это было связано с сопротивлением золотодобывающих компаний, которые работали на территории Салаирского кряжа Постановление правительства о создании особо охраняемой территории было подписано 11 сентября этого года После вмешательства президента России Владимира Путина Магические тряпичные куклы с вековой историей и деревянные игрушки, сделанные мастерами прошлого Более ста экспонатов, посвященных игровой культуре детворы на Руси, можно увидеть в Государственном художественном музее Здесь открылась выставка «Игрушка. Вещь серьезная» Тяжелое детство – деревянные игрушки. Помните эту фразу? Так вот, на самом деле на Руси деревянные игрушки, конечно, были, но исключительно такие выразительные Представленные на выставке созданы современными авторами, которые старались сделать их максимально похожими на те, в которые играли дети древности Если куклы, то магические, если глиняные свистульки, то звонкие расписные Каждая имела свой смысл Вообще народное искусство настоящее, оно простое, наивное, очень реальное и очень настоящее в том плане, что оно обращается прежде всего к чувствам человека Не к интеллекту, не к знаниям, а оно как раз пилирует к душе Игрушки с душой, да еще и полезные Вот, например, ширкунок – прообраз нынешней погремушки Обрядовая игрушка защищала младенца от злых духов Внутри гремели не пластиковые шарики, а сухой горох Тряпичная кукла тоже была со своими секретами Клали сухую траву, ромашку, мяту, милису Ребенок, играя в игрушку, он дышал и тем самым становился здоровее Это были еще и полезные игрушки Яркая и нарядная русская народная кукла стала настоящей королевой выставки Кстати, прикоснуться к сказочному миру детской игры разных веков можно будет до конца марта Причем экспонаты разрешено не только смотреть и трогать, ими можно играть Елена Кузовкина, Алексей Фризин, День с толком И напоследок о нашей победе В командном турнире по бильярду среди журналистов края толк занял первое место Кубок победителей при численном меньшинстве взяли Татьяна Гладкова и Сергей Козлов В команде должно было быть трое человек Серебро и бронза у алтайского спорта и алтайской правды соответственно Всего на турнир вышло 17 представителей СМИ Победитель Сергей Козлов вдвое превосходил своих соперников в умении орудовать кием Я не скажу, чтобы было там просто играть Были соперники, в принципе, достойные некоторые Некоторые никакие соперники Ну, если честно, от души поиграл в бильярд А на этом у меня все Звоните нам в редакцию по телефону 205-545 Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания «Эволар» До встречи!